Глава Заречного ответил на вопросы представителей всех средств массовой информации города. Олег Климанов провел большую пресс-конференцию по итогам трех лет своей работы на посту городоначальника. В своем вступительном слове глава муниципалитета обозначил основные достижения во всех сферах жизни Заречного. Особое внимание Олег Климанов уделил жилищному строительству. Всего за это время мы построили 60 тысяч квадратных метров с учетом индивидуальной жилой застройки. Мы сдали на квартирный дом два подъезда, 145 квартир. Это был последний дом, который мы за этот период построили за счет федеральных средств, который полностью был распределен в социальную очередь. Мы за эти годы построили еще дополнительно пять квартирных домов. Это на улице Заводская 8, большой квартирный дом, Ахунская 23, на улице Светлый 4 дом, который закончил вот этот микрорайон застройки. Закончили строительство дома по Ахунской 21 и ввели также дом на улице Конституции. С 2017 года Заречный принимает участие в нескольких федеральных проектах, в частности, безопасные и качественные автомобильные дороги. В его рамках на городских улицах были выполнены работы по ремонту проезжих частей и обустройству пешеходных переходов. За три года на эти цели в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» израсходовано 170 миллионов рублей. Всего мы отремонтировали 11 улиц общей протяженностью 14 километров. Сейчас этот проект перешел в национальные проекты. Мы также продолжаем работу. Вы знаете, возникла необходимость ремонта нашего путепровода через железную дорогу между Заречным и поселком Монтажный. Ремонт монтажного путепровода – один из самых обсуждаемых вопросов в Заречном. Его реконструкция началась в октябре 2019 года. Представители городских средств массовой информации не могли не поинтересоваться у главы города, как подрядчик справляется с выполнением взятых на себя обязательств. Не то что отстают, они идут даже с опережением графика. У нас по муниципальному контракту срок окончания этих работ – август. Подрядчик работает очень хорошо. Сейчас часть работ, которая была связана с демонтажом, практически выполнена. Осталась небольшая часть над железнодорожными путями, которые они выполнят сейчас, заключив контракт с железной дорогой. Уже заказаны те несущие конструкции. Подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и планируют уже в мае месяц организовать движение по одной полосе. Олег Климанов подчеркнул, монтажный путепровод – важный для города объект. Наибольшая нагрузка на него ложится в дачный сезон. По мосту зареченцам удобно добираться в коллективные сады. Поэтому, по мнению главы города, очень важно открыть движение по Виадуку как можно раньше. В продолжение транспортной темы журналисты поинтересовались, планируется ли обновление автобусного парка муниципального предприятия «Автотранс». Мы сейчас работаем над этим вопросом, изучаем те федеральные программы, региональные программы, в которые можно войти. Ну вот наиболее, наверное, доступные для нас программы, в которые мы можем закупать автобусы на газомоторном топливе. Сейчас готовим нашу заявку, определяем количество автобусов, которые нам необходимы, чтобы в эту программу войти. На пресс-конференции глава города подробно рассказал и о результатах участия заречного в федеральном проекте «Комфортная городская среда». В рамках этой программы за три года проведена большая работа. В 83 дворах заменены малые игровые формы, проведен ремонт асфальтового покрытия. В последние два года активно ведется благоустройство общественных территорий. Мы практически два года и захватили 19-й год. Занимались реновацией зоны отдыха Леснаева. Все видите, каким образом она у нас преобразилась. Стало одним из мест притяжения наших жителей. Мы сделали очень много в плане благоустройства. Хотелось отметить это благоустройство аллеи, которые находятся в районе театра юных зрителей от стелы Победы и до улицы Братская. Выполнена реконструкция. Полностью мы заменили покрытие, заменили фонтан, который находится за тюзом. Один из вопросов, заданных на пресс-конференции представителями городских средств массовой информации, был связан с посланием президента России Владимира Путина к федеральному собранию. Было заявлено, что ученики начальных классов должны обеспечиваться горячим питанием. И в 2020 году, уже срок обозначен, у нас в городе планируется ли реализовать данную инициативу президента. У нас и на сегодняшний день питание организовывается. Правда, вот в силу определенных обстоятельств, что мы не имеем полномочий на бесплатное питание всех категорий. Но президент Владимир Владимирович Путин в своем послании обозначил, что с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2020 года, все ученики младших классов должны получать горячее питание. Это нам дает право заниматься этим. Пресс-конференция главы города продлилась около двух часов. Олег Климанов ответил почти на два десятка вопросов, касающихся всех сфер жизни Заречного. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Пресс-конференция главы города продлилась около двух часов.